Мини-парки, клумбы или настоящие огороды жители мегаполиса разбивают прямо на пустующих территориях города. Таких активистов по всему миру принято называть садовниками-партизанами. Их с рассадой в руках можно увидеть на заброшенных участках, на пустырях. Впрочем, можно и не увидеть. Тайно раскидав свои партизанские снаряды в виде семян, они больше на месте не появляются. Кто и как партизанит в Новосибирске и где можно собрать урожай ягод, даже если у вас нет собственной дачи, выяснила Ольга Маховская. Позади дорога, слева хрущевка, справа дом, сплошной асфальт, парковки и машины. И вот посреди этого типичного городского пейзажа, аккуратно огороженный забором, настоящий дачный участок. Здесь и лилии, и разноцветные ирисы, тенистые кусты папоротника и редкие для уличных газонов белые невесты. Хозяйка этого цветника, как настоящий партизан, хранит молчание. За нее отвечают соседи, мол, не нарадуются. Каждый год под окнами новые цветы. И даже когда во дворе делали парковки, партизанскую высадку рабочие не тронули. Ну так, конечно, красиво. Детям охота цветочек сорвать, правильно? А им не дают. Вот одуванчики эти. Они распушились и вот бело, бело. Валентина Ивановна из соседнего дома партизанит в открытую. Рассказывает, раньше здесь был пустырь, поросший травой в человеческий рост. Вырвала траву, посадила и там тоже скоро зацветут. А зачем вам это нужно? Вон все живут себе спокойно. Ну это знаете, что никому это не нужно, во-первых. Кто-то занят, кто-то не нравится, это лучше он отдохнет. А для меня это своего рода отпуск, отдых. Теперь в этом маленьком парке отдыхают от летнего зноя все жители дома. Раньше росла даже тыква. Сегодня здесь можно вдоволь наесться земляники. Откуда ягода появилась в дворе, не знают. В отличие от европейских стран, в России садовое партизанство не запрещено. Часто такая инициатива даже приветствуется властями. Настоящий садовник-партизан соблюдает по меньшей мере три правила. Выбирать для посадок растений только пустующий участок, улучшать состояние земли и оставаться при этом непойманным. Дворы на площади Маркса. Настоящие каменные джунгли. Дома, дома, везде дома. И вот за одним из них на заброшенном участке можно собрать неплохой урожай жимолости. По вкусу не хуже, чем у бабушки на даче. Кто оставил такой подарок, местные жители не знают. Прохожу, и иногда ягодкой могу воспользоваться. Тем более дождик недавно был, он ее помыл от пуха. Так что вполне возможно. А кого благодарить неизвестно. Ну, я думаю, жильцов дома. Говорят, эти кусты даже стали приносить прибыль местным дворникам. Они якобы собирают урожай и продают его на местных рынках. Как бы там ни была, такая самовольная посадка на свободных клочках земли может и выглядеть, как забавное чудачество. Но чем больше появится таких садовников, тем приятнее будет жить в городе. Ольга Маховская, Константин Стримаусов. Новости здесь. Новосибирск.